Госдума приняла в третьем чтении законопроект о наказании за клевету в интернете. До двух лет лишения свободы теперь грозит клеветника. Если, конечно, Совет Федерации документ одобрит, а Путин после подпишет. Хотя о чем я, да? Глупость сказал, простите, не если, а когда, конечно же, мы ведь в России живем. А вот теперь предлагаю серьезно и сразу задам простой вопрос. Зачем? Зачем такой закон нужен? Ну, для человека, который ни в чем не разбирается, простого ватного Вани. Оно, разумеется, очевидно, и я уже чувствую, как прямо сейчас Вани строчат комментарии, мол, ты че дурак? Да шо бы не брехали в отношении приличных людев, хорошо, пусть так. Но я продолжу с вашего позволения общение с нормальными людьми. Итак, клевета, вообще-то очень мутная статья. Доказать ее практически нереально, предлагаю определение, зачитать, внимание, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Вот чисто логически, вроде все правильно оболгал человека, ответь за это, однако закон и логика это не одно и то же. Друзья, с точки зрения закона, клевету придется долго и упорно доказывать, причем доказывать как раз придется тому, кого оклеветали, классно же, верно? Тебя оболгали, ты пострадал, но теперь тебе придется до кучи вытащить все свое грязное белье наружу, помахать им как следует на глазах у изумленной публики, и тогда, может быть, у тебя получится отстоять свои права, сейчас будет конкретика. Начинаем! Разумеется, что наиболее наглядным примером в данном случае может быть только главный клеветник всеяруси, правильно, Владимир Рудольфович Соловьев. Сколько раз этого придворного шута пытались подтянуть за базар, скажем так, обсю бестолку. Ну вот, например... Вот если говорить о молодежи, ты обратил внимание, они все с телефонами. Конечно. Они все мажоры. Все такие стильненькие. А подумай, почему они стильненькие? Это значит, что это дети коррупционеров. В данном случае клевета, по-моему, очевидна. Нет, даже экспертиза не нужна никакая, но дело против Соловьева так и не возбудили. Объяснили это, мол, не определено конкретное лицо, в отношении которого совершено правонарушение, а раз оно не определено, то и правонарушения не было. Все, гуляй, Вася. Вот поэтому я и спрашиваю, какой смысл в принятии вышеуказанного закона. А, впрочем, смысл очень простой. Как и все законы, касающиеся интернета велика и могуча, это тоже принимали с одной единственной целью. Ужесточить цензуру, приструнив граждан, которые выливают в сети весь свой гнев, все свое негодование. Согласитесь, опасаясь быть привлеченным, человек просто не захочет придавать огласке какую-то неоднозначную информацию. Ну, скажем, обманули его где-то в управляющей компании. Например, он об этом написал на своей странице в фейсбуке, а те юристов на него фас, мол, клевета. Но мы-то с вами прекрасно понимаем, в чью пользу в итоге закончится расследование. Ой, а представьте, каким подарком этот закон станет для вороватых чиновников, депутатов, полиционеров, судей и так далее. Да жулики уже шампанское открывают. У нас ведь и так есть закон об оскорблении чувств, ничего не делающих, об оскорблении власти. В смысле, есть теперь еще и закон, запрещающий публиковать данные о людях, занимающих определенные посты. Но даже в этих условиях пока еще есть какая-то возможность извернуться и назвать жулика жуликом. А вот закон о клевете, это такой серьезный гвоздик в гробик со свободой слова. Тут на все, ребятишки, готовы, лишь бы мы с вами позатыкались окончательно. Уже ведь все запретили. Слово митинг того и глядив, перечень запрещенных вынесут, профсоюзы уничтожили. Общественные правозащитные организаторы и даже отдельных общественников, если они не вылизывают власти, приравняли к иностранным агентам и даже шпионам, теперь в интернете шлагбаум вешают. В очередной раз отобрали еще немножечко наших прав, которых и так-то кот наплакал. Это реальная журналистика, вот о правах сегодня и поговорим. Поехали! Дамы и господа, приближается Новый год и мы с коллегами решили в это непростое время помочь детям-сиротам из моего родного Екатеринбурга и нескольким детским домам. Собираем деньги на подарки, кто сколько сможет, четких рамок нет. Если все получится, обязательно съездим. Обязательно поздравим ребятишек. Принять участие можно, перейдя по ссылке, она сразу под видео. Там все просто разберетесь, не уговариваю, но призываю. А вообще меня даже удивляет, с какой легкостью мы сами отказываемся от собственных прав. Сперва они у нас забрали право на анонимность в сети. Объяснили это, мол, борьба с терроризмом и бла-бла-бла. Мы молча согласились, типа, ну да, это, наверное, будет правильно. Конечно, террористов, правда, меньше от этого не стало, зато ты теперь, заходя в интернет, обязан авторизоваться. Слава богу, пока не везде, но уже зачем? А черт его знает, обязан, и все. Потом ребятишки захотели читать нашу личную переписку в соцсетях, в мессенджерах, в почтовых сервисах. Опять же, про какую-то безопасность горбатого лепили. Снова террористов этих несчастных добрым словом поминали. А теперь о Телеграме. Роскомнадзор дал 15 дней этому мессенджеру на то, чтобы выдать ФСБ ключи шифрования. Вот, собственно, это уведомление. В случае невыполнения этого требования, Телеграм будет заблокирован на территории России. Потом они, по сути, отменили закон о банковской тайне, приняв другой закон, который позволил налоговым органам получить доступ к счетам физических лиц или простых граждан. А после и вообще к электронным кошелькам мы опять молчали, потому что снова верили, будто эта мера в тысячный раз направлена на борьбу с террористами. Про коррупционеров, кстати, да. Нам тогда до кучи лапшу на уши начали вешать. Да не вас, нищеброды, мы проверять собираемся. Это мы на нечистых на руку госслужащих охоту объявили, дабы вовремя выявлять. Негодяя взяточников прошло время. Опять оказалось, что коррупционеры чувствуют себя хорошо, как и террористы, впрочем. На их поимке это вообще никак не сказалось. Зато очень даже сказалось на простых гражданах, которых моментально начали пощипывать, а потом и вовсе в лексиконе представителей власти появилось слово «самозанятый» и стали этих самозанятых доить по полной гайке. Загон в безналичку, он идет исключительно для шкуривания. Не для какого-то там терроризма. Никого этот терроризм уже там 300 раз не волнует. Он интересует ваши личные бабки. Вот там гаражик вы сдаете, получаете деньги на карточку. Квартирку сдаете, деньги на карточку. Регулярно кому-то денежку дали. Вас можно еще, соответственно, загнать еще в предпринимательскую деятельность. Но это еще не все, дорогие мои. После того, как мы открыли им дверь в наше личное виртуальное пространство, пустили их в свой цифровой дом, скажем так, мало того, что они нас ограбили. Они поступили хуже, они начали торговать нашими персональными данными, причем в открытую, в наглую. Очень классное расследование по этому поводу сделали пивоваровская редакция. Если еще не видели, посмотрите обязательно. Там, правда, не совсем об этом речь идет, но есть целый кусок, где ребятам прям наглядно демонстрируют, как за копейки можно приобрести любые данные. О любом гражданине достаточно просто знать фио и дату рождения. Так, основные данные... О, господи, сколько телефонов. Это за все мои годы работы, мне кажется, телефоны здесь. Там еще и места работы будут все. ИНН, СНИЛС, и госномера. Эту информацию может получить любой, кто заплатил сколько? Ну, я думаю, что одна выписка будет стоять рублей 50. То есть, понимаете, что происходит, да? Чем больше ребятишки проявляют заботы о наших цифровых правах, тем чаще наши права нарушаются. Причем не только цифровые, а вообще, впрочем, ничего удивительного. Это очень даже по-русски, когда чиновник решил чем-то заняться, пиши пропал, эффективные менеджеры, блин. Кстати, еще один анекдот из свеженького. А знаете ли вы, что в МВД России решили создать... Держитесь сейчас за что-нибудь. Киберполицию, это помимо управления КА. Я не шучу сейчас об ОНОМ. В прошлую пятницу заявил целый зам Колокольцева. Вот вы знаете, даже не стану вам зачитывать, какие функции генералы планируют возложить на будущую структуру. Хотя они об этом и не говорили. Да и неважно, это мне достаточно того, что я знаю, чем занимается не киберполиция. Вы уверен, тоже. Видимо, гастров и пьяниц на улицах трясти стало невыгодно. Расширяются ребятишки. Осваивают, так сказать, новые горизонты. Почему именно об этом решил заговорить именно сейчас? А просто, наверное, пришло время понять. Виртуальный мир это не что-то там, где это далеко и нас не касается. Надо признать, интернет давно стал частью реальности, в которой мы живем. В которой будут жить наши дети, да и живут уже. А посему мы должны требовать от властей создания нормальных правил поведения в том цифровом пространстве. Со всеми вытекающими у нас должны быть какие-то права. В конце концов, чем мы сможем пойти в суд в случае чего? Чем мы сможем обратиться за защитой? К тем же полицейским? Сейчас власти занимаются фигней. Тут ужесточим, там ограничим. Потому что им оно выгодно в данный момент? Нет. Я должен понимать, например, по какой причине с меня требуют авторизации в метро. С какой радостью. Я ведь, когда на улицу выхожу, не представляюсь каждому встречному поперечному. Не показываю свой паспорт. Не рассказываю, где живу. Так почему в виртуальном-то мире я должен все это сделать? А после узнаю, что мои персональные данные кто-то кому-то продает за 50 рублей. И кто, кстати, за это будет отвечать или вот еще. Почему я должен терпеть нападки каких-то киберотморозков? Ну, вот этих вот интернет-троллей, которые по чьей-то на водке или за деньги кошмарят в сетях граждан. И отморозков этих невозможно привлечь. Огласите весь список, пожалуйста. Почему я должен терпеть косяки операторов связи, у которого сеть рухнула, а мне затем компания приносит свои извинения. Да идите вы в баню со своими извинениями. Вы с меня деньгами получаете, а не извинениями. Или почему решение по поводу происходящего в Рунете принимает какой-то Роскомнадзор за всех сразу. А меня спросить никто не хочет. Или почему за взлом квартиры сажают в тюрьму, а за взлом личного аккаунта или телефона выписывают штраф и все. А чаще никто этим даже заниматься не станет. В итоге случается история футболиста Дзюбы. И кто-то влез в его мобильный телефон, достал оттуда личное, слил в сеть. Так каждому из нас могут залезть в телефон или компьютер. Президент при этом и нет, чтобы возмутиться, сидит, шутки шутит. Смешно ему? Да нет, это не смешно. Будьте любезны, обеспечьте соблюдение моих прав и там. В цифровом пространстве у вас для этого есть все. Три миллиона чиновников, целая шобла каких-то спецподразделений вроде того же управления КАИ. Хрен победишь еще кого. Чем они занимаются? На сопряков за репосты дела заводят. Мне вообще фиолетово, что Сахаловский в храме покемонов ловил, но вы это пресекли. Это для меня не самая главная проблема. Нормальной работой займитесь, а если не можете, уступите место тем, кто это сделает, а вы в пятерочку. Коробки разгружать. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь, темы предлагайте. В соцсетях тоже жду. Увидимся. Пока-пока.